Здравствуйте, Отец Александр, дорогие друзья, которые нас смотрят сейчас онлайн, мы продолжаем наш цикл встреч просто со смыслом. Сегодня у нас в гостях Отец Александр Гаврилов из Петербурга. И мы просим всех, кто сегодня с нами, не стесняться задавать вопросы. Ваши вопросы из Инстаграма и из Ютуба мы сможем озвучить в прямом эфире. Отец Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Мы, когда говорим о посте, вот мы назвали эту тему пост «Время милосердия и воздержания». Вроде как бы кажется, некоторым вообще казалось, что тема очень банальная, но я знаю, что у вас есть много интересных мыслей по поводу вообще воздержания во время поста и разных интересных форм. И банальности. Ну, как бы, разных интересных форм, которые касаются этого воздержания, но первое вообще, что я хотел бы у вас спросить. Многие задают вопрос, вот если пост это время такое, да, милосердия, время воздержания, время исполнения христианских добродетелей, то как быть со временем вовне поста? Ведь христианин, он же должен быть христианином всегда. И когда мы говорим, что пост – это особое время, когда надо особенно жить христианской жизнью, то у некоторых возникает такое ощущение, что христиане пытаются быть христианами только в постное время. Вот. Этот вопрос звучит нередко, и я хотел бы начать наш разговор сегодняшний с обсуждения этого вопроса. Если пост – это время особое, время особого родения христианских добродетелей, то что с остальным временем? Ну, мне кажется, что здесь есть еще такой момент, что как бы людей можно разделить на три категории. Новоначальных, тех, кто середнячки, и те, кто уже такие маститые, скажем так, люди. Не по времени, а по духу, которые вот глубоко копают. Если говорить о людях, которые вот делают замечания, смотря на христиан, то, мне кажется, их вообще в расчет брать не надо, потому что ты будешь и в шапке дурак, и без шапки дурак. Вот. То есть, они пытаются мыслить категориями логики, с одной стороны, с другой стороны. Если копнуть этого человека в самоанализе, то там будет явная обида на родителей. То есть, схема очень проста. Если он обижен на родителей, а родители всегда в младенческом возрасте воспринимаются как боги ребенком. И если родители обижали, наказывали, было психологическое, физическое, сексуальное насилие, неважно какое, и вот эта обида на вот этого бога большого потом трансформируется в обиду на бога реального. И есть там несколько категорий людей. Либо есть те, кто прям обижен на бога, и они прям вот анти. Есть люди, которые боятся быть обиженными на бога в голове, но они тогда обижаются на атрибуты бога, такие как церковь, патриарх, священники, храмы и так далее, и так далее. То есть, если этот человек приходит на консультацию и там, я не знаю, там 10 минут его копания, это сразу же выплывет обиды на родителей. Вот далеко не ходить. Ну, мы сразу еще тогда скажем, что отец Александр, вы еще и практикующий психолог. Да. Так получилось. В служении, да. Так получилось. Вот. Потому что я сначала стал, да, священником, потом стал заниматься, было долгоиграющее послушание по зависимым людям, и чтобы более качественно им помогать и разбираться в проблемах зависимости и созависимости, вот я еще получил еще одно образование, именно психологическое. Так вот, получается, поэтому про этих людей вообще сейчас неинтересно говорить. То есть, они все равно не будут поститься и как-то что-то. Ну, понятно. А вот если мы берем как бы вот эти уже христиан, то третью категорию, которые глубокие, их тоже нет смысла обсуждать, вряд ли они сейчас смотрят наш эфир, если они глубокие, они где-нибудь сейчас на карантине, или они в семье, или они создают любовь уже без эфиров. То есть, как правило, эфиры смотрят либо новоначальные люди, которые ох-ах, а как креститься, а как молиться, либо те, кто уже как бы в теме, но они такие уже ну, как бы матерые фарисеи, которые что-то знают и ничего никак. Мне кажется, сейчас количество онлайн-просмотров начало резко уменьшаться. Друзья, если мы хотим разобрать нашу тему, надо быть просто откровенно честными. Поэтому, мне кажется, лучше поговорить честно, чем красиво, пафосно и лилейно и ничего из этого эфира не вынести. Так вот, получается такая тема, что если мы разбираем две группы людей, неофиты и типа те, кто в храме уже давно, то неофиты – это те, кто постятся очень сильно. Ну, все мы проходили эту тему. Это грецкий орешек за неделю и кусочек мёда. И состав печенья. Да, 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 да. О, в шоколадке есть молоко, потому что оно молочное. О, там типа то, типа сё. И вот люди высушиваются, становятся такими худощавыми постниками, мега раздражённые, злые, ненавидят тех, кто не постится. Вот. А есть вторая категория людей. Это вот, ну, наверное, так вот мы уже к ней так больше принадлежим. Это те, кто уже знают Евангелие, знают, где обойти посты. И мозг как бы сам продуцирует такие вещи. Ну, не то, что входит, а то, что выходит из сердца. Ничто не нас ставит, еда нас не ставит ближе или дальше. И мы начинаем, ну, чем шоколадку не съесть. О, тут винегреды у нас целая, значит, бодейка. О, а тут, ну, не грех там всё-таки преврати порося в карася. И вот начинается всё. Не выкидывать же. Не выкидывать же, да. Плюс чин великого доедания в первую неделю поста. Вот. И так далее, и так далее. То есть, чем человек становится умнее в христианстве, тем больше мозг его разводит на то, чтобы по факту он не постился. И поэтому вот здесь вот надо постоянно понимать, с какой аудиторией, какими рекомендациями пользоваться. И в этом плане тогда получается, наверное, для себя можно ответить на такой вопрос. Вот. Что же значит мы не христиане, когда мы не в посту? На мой взгляд, это просто наши сборы. Как у любого спортсмена есть каждодневные тренировочные программы. Но периодически спортсмены, которые, ну, элитные спортсмены, это Олимпийские школы резерва, вот эта вся история, да. Которые, ну, я проходил, может кто-то ещё проходил. Это раз в два-три месяца уезд на две недельки куда-то за город. Ну, летом это было вот эти все спортивные лагеря. Вот у меня за всю жизнь один раз только был нормальный лагерь, всё остальное было и спортивное. И там три тренировки в день. Это как бы норма. Плюс ко всему спецпитание, спецвитамишки и всякое такое. Являюсь ли я не спортсменом вне сборов? Конечно, всё равно я спортсмен. Вот. Я имею нагрузку там. У меня, ну, я вспоминаю вот себя, да. Я занимался дзюдо и у нас было, кроме воскресенья, шесть раз в неделю у нас были тренировки. А на сборах это было как бы, ну, постоянные все эти штуки. Так же христианин, он каждый день молится либо утром и вечером, либо утром или вечером. Каждый день учится читать Евангелие, размышляет об Отче наш, молитве. Каждый день что-то думает насчёт исповеди, готовится к посту, к причастию. Слушается духовника, каким-то служением занимается. Но, когда наступает особое время, когда растягивается этот период, в нём происходит какая-то мистическая история, которая не поддаётся в принципе логике. Когда все начинают молиться, и усиленно молиться, и каким-то образом становится, с одной стороны, легче, а с другой стороны, тяжелее. Но эта тяжесть, она такая как бы спортивная, то есть здорово, прям с радостью. Я вот и с собой замечал, может быть зрители подтвердят, и говорили мне люди, если классно постишься, то потом как-то и не хочется выходить из поста. То есть, да, Пасха наступает, это всё радостно. Ты такой думаешь, да, ну вот как-то и что теперь, да? И что как бы. И классно, когда после Великого Поста наступает Петров пост, когда если ты не доволился, не допостился, на тебе ещё там две недели-месяц, как уж там, да, по срокам. Но ты уже расслабился и к Петрову посту думаешь, ну вот. Ну это наш вот менталитет христианский, к сожалению, такой современный. Но по идее, по идее, если хорошо постишься, прям так классно и не устаёшь, и самое-то главное присутствие, ну хотя бы какого-то кусочка благодати. То есть, понятное дело, что, ну, благодать я так не хапнешь, но хотя бы, ну, вот прям ощущаешь, что Бог тебя любит, Он рядом с тобой, Он как-то заботится о тебе. Он прям, ну, реально рядом. То есть, всё равно душа каким-то образом чиркает вот этот кусочек вот этой мистики христианской, когда думаешь, ну, надо же, тем это работает. Потом понимаешь, ну, а почему-то, потому что, ну, молитва больше, пост. Пост – это вообще такая интересная штука, которая должна идти всегда вкупе с молитвой. И, на мой взгляд, и молитва в идеале должна идти, ну, это как бы такие, ну, два весла. Потому что, если грести только молитвой и зажирать это всё тазиками винегреда или поститься, но не молиться, ну, это всё равно получается такая, ну, духовная шляпа, короче. Вот. Вот. А здесь, как бы, вроде как бы само надо и помолиться, и попаститься. А что-то все вместе вроде. И все вместе. Это какая-то вообще, мне кажется, вот логики здесь никакой не построить. Я очень много читал лекций по посту. Очень много. В какой-то момент моё чеславие говорило о том, что я знаю всё, я прочёл всё, вся. Но когда занимаешься с наркоманами, есть такая интересная штука. Приезжаешь в какой-нибудь репцентр, и какой-нибудь наркот что-то спросит, и твой карточный домик рушится. И ты думаешь, а правда? А почему так? Так. И вот в какой-то момент я понял, что пост – это таинство. То есть мы сейчас можем сделать красивых полтора часа эфира, рассказывая про пост. Но, ребят, пока вы её не почувствуете, не поделаете, не побудете, ну, это таинство. Что такое таинство? Таинство, я не понимаю как, но знаю, что тема работает. Как с причастием, как с исповедью. Пост – это таинство. Ну, вот в этом таинстве, которое как-то работает совокупно, есть какие-то раздельные вещи. То есть мы говорим, конечно, пост без молитвы уже не то. Пост там без общего какого-то единения тоже уже не то. Пост без причастия, без литургии не то. И вот есть одна очень важная составляющая поста, в принципе, которая часто и определяет постное время – это воздержание. И вот если мы возьмём именно вот эту вот часть, хотелось бы задать вопрос. А воздержание, вот само это средство постное, да, ну или вообще, в принципе, жизненное, вот насколько оно важно для человека и как оно на нас воздействует, как его использовать? Мне кажется, мега важно. Человек же такое существо, которое из-за повреждения первородным грехом и вмещения, так бы, мы становимся тканью, ниточки которого гордыня. То вот эта вся совокупность даёт формулу «лучше, больше, по-другому». Мы на всё реагируем «лучше, больше, по-другому». Дали нам, то есть мы сидим такие, мечтаем с зарплатой в 20 тысяч о 50. Вот если будет 50, очень чувствую себя буду королём, перейду, значит, с батонов. У нас в институте всё мерилось батонами. Вот. С батонов перейду там на что-то. Дают 50 штук. Через буквально недельку-две… 50 батонов? Нет, 50 тысяч, если вот получишь, лучше, больше, по-другому. Уже 70 хочется. Вот. То же самое происходит с машинами, с телефонами, со шмотками. Да совсем чем угодно. То есть наше эгоцентричное нутро всегда говорит лучше, больше, по-другому. И есть тут два варианта. Как правило, мирской вариант коуча, да, говорит о чём? Не надо экономить, надо больше зарабатывать. То есть, ну, не нравится тебе эта машина, купи более, лучше. Не нравится этот дом, купи более, лучше дом. Но, к сожалению, это было бы и неплохо, если бы эта философия не переходила бы на личности. Не нравится эта жена, возьми более, лучше. Не нравится этот духовник. Он тебе что-то говорит неприятное, возьми более, лучше. Ох, не угодил ищи. Да, ищи какую-то другую там карму, да, там, и что-то ещё. Вот. Поэтому, с одной стороны, вроде как бы люди пытаются усидеть на двух стульях и мира, типа яхты, машины, квартиры. Но вот смотришь на них, консультируешь или там исповеди, и всё равно переход на личность. И жену уже три раза поменял, и с детьми уже не то. И, ну, всё равно, как бы человек всё равно вот такой. Поэтому лучше всё-таки придерживаться варианта, на мой взгляд, именно духовного, ну, духовных отцов, которые говорят, воздержание. Не больше зарабатывай, а воздержание. То есть, допустим, ел, ну, я сейчас, может быть, сострю, хотя это, ну, пример из исповеди. Вот. С чёрной икры кто-то переходит на красную. Вот. И для тебя это воздержание, он реально мучается. Вот. Кто-то с икры переходит на кабачковую. Кто-то с кабачковой икры переходит на какие-то вещи, там, ну, более простенькие. То есть, получается такая интересная штука, что воздержание даёт нам возможность обнулиться рецепторами. Рецепторы очень быстро привыкают. Если говорить о супружеской жизни, об интимных вопросах, то мужская психика настолько привыкающая, негапривыкающая. То есть, обнулиться рецепторами, это что мы имеем в виду? Это перестать это всё делать, чтобы рецепторы опять почувствовали. Перестать получать это удовольствие привычное, да? Самый простой, друзья, вариант, ну, если вот, ну, я просто долгое время про... Ну, не то, что проповедую, наверное, так не совсем корректно сказать, пропагандируя голодание. Вот, и однодневно, и трёхдневно, и больше, там, да? И вот, если кто-то из вас голодал, он знает этот эффект. То есть, вот, через неделю, ну, какая-то сухарик, там надо же тоже грамотно выходить, там томатный сок, там, вот. Вот это вот, а-а-а, это же вот... А если ты в томатный сок покрошил чеснок и просто нюхаешь, то там уже чеснок с томатным соком. Сейчас скажи кому-нибудь, по-фанатей, по-благодари Бога, что это, да какой? А почему? Потому что неговое сдержание, то есть, рецепторы вообще не ели эту тему, да? Или, допустим, почему убираются у супругов... Потом ты ещё и не хочешь столько, сколько раньше хотел. Конечно, конечно. Маленькая штучка даёт уже больше времени. Понимаешь, что организму-то столько не надо, да, что-то мозг хотел всё это есть. Сто процентов. Да, и ешь намного меньше. Это и с едой касается. Ну, понятное дело, что пост может быть во всём и во сне, ну, сон, да, и там многого есть. Но, друзья мои, если вы, ну, скажем так, ещё лет 10 не постились, 15, то, в принципе, для вас пока только еда. То есть, вот, это называется дилетант. То есть, вот, тот, кто в посту 10-15 лет, не больше, пока хотя бы разберись с едой. Сначала еду просто убираем. Потом еду убираем вкусную. То есть, многие говорят, а, мне и мяса и так не хочется. Но от сладкого я там фанатею. Попробую брать сладкое. Попробую брать мучное, хлебобулочное. Попробую брать какие-то перчики, ну, там, для себя что-то такого, да. Если прошёл этот уровень, то идёт тема по времени. Допустим, ем только с 11 до, допустим, 18. Ну, как бы, типа интервальное голодание. Или, допустим, ем только 4 часа. Но в эти 4 часа ещё включаешь, что не ем, допустим, сладкое. Ну, то есть, и начинаются вот эти вот, ну, в кавычках говоря, извращения, да. То есть, можно, конечно, и по колоражу следить за собой, можно по объёму, можно по низкам, можно по кулаку. Но там уже вот начинается вся эта вот... Ну, то есть, там, ну, реально на 10-15 лет это вот, чтобы понять, что еда не главное в этой всей истории. Потом уже начинаются большие такие подвиги. Сон, чтение, работа, молитва. Ну, это уже такое вот, что мы считаем, что... Это очень важный момент, да, что мы постепенно из поста в пост потихонечку приучаемся к чему-то одному, потом к другому. Потому что часто возникает у людей ощущение, что они неправильные христиане, если вот он ведь во время поста не прочитал всю Библию, там, не постился сухоедением, там, да, там, не... Неофиты. Ну, даже человек, это уже, может, неофитствующий, но это вот ощущение вины за то, что ты, да, не выполняешь всё. Поэтому нужен духовник. Оно есть. Нужен духовник. Мне кажется, вот эта тема духовника... Очень часто говорю про духовников, и все такие, ну, где сейчас найти духовника? Это, знаешь, вот из-за первого того, что приходишь в спортзал, ну, приходит такой, ну, как сказать, лопух в спортзал, там, дрыщ такой, он хочет накачаться. И вот есть тренера там. Ну, понятное дело, что они там невеликие бодибилдеры там какие-то, но они просто тренера, нормальные, обычные тренера, которые хватит тебе, ну, точно на лет 5-10. Вот. Ну, где здесь найти тренеров? Вот. И начинается какой-то, ну, смех и только, когда там люди что-то непонятное делают в спортзале. То есть, получается, что обычный, друзья, обычный священник, ну, типа, вот нас с отцом, да, это он... Мы вам подскажем, что читать, что не читать. Ну, мы же этому учились. То есть, ну, поверьте, лет 10, вот нам 15 будете ходить, но потом, конечно, возьмите какого-нибудь суперстарца, потом... Но, опять же, вот брать суперстарцев. Ведь нужен такой батюшка, к которому на службу пришел, которого можно в гости позвать, с которым по телефону можно в случае необходимости крайней. А вот если есть у тебя суперстарец, ну, попробуй даже не то, что позвонить ему, даже просто в храме до него дотронуться. Ну, вот у нас есть, допустим, в епархии нашей такой великий отец... 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 Пожали, пожали, сейчас толпаны бежит. Отец А, да, такой. Но он старенький, так там реально, когда к нему идут, то, ну, технически не дотронуться даже до него. Нельзя сказать, что, значит, ну, сказать ему что-то. Потому что людская молва, там, он престарелый уже. А взять обычного батюшку из семинарии, который знает какие-то элементарные вещи, да хватит, друзья, на 10 лет. Может, даже больше. А пока 10 лет ты с ним, он уже, он уже не новоначально, а он уже тоже 10 лет. Он же тоже не стоит на месте. Тоже что-то читает, исповеди принимает. То есть, он весь духовник. И я вот могу сказать, как вы... Ну, я просто хотел бы тогда тоже, может быть, сказать, потому что люди-то, они до конца тоже, ну, понимают, что укладывать в это слово. Мне кажется... Вот как ты, вот как духовник? Вот как ты смотришь на людей, которые приходят? Знаете, у нас вообще формально, конечно, надо на вы, но сейчас на друг друга обращаться. Вот. Типа у нас официально, мы-то сидим. Вот. Вы отец. Как относитесь к своему пастырству как духовника? Вообще, я из себя сразу, когда приходит, говорит, будьте духовником. Я говорю сразу, фигушки. Вот. Потому что есть еще такой момент, когда человек приходит и говорит, типа, вот будьте моим духовником. У него сразу мысль такая, значит, ты мне теперь должен. А знаешь, как надо говорить? Я уже понял за свои друзья карьеру. Люди подходят, говоришь, 10% от зарплаты сразу людей сдувают. То есть, люди не готовы вкладывать даже деньги. Не то, что время, силы, энергию. То есть, даже деньги. Ну, хочешь, 10% сразу, 90% сразу. Мне больше нравится вот то слово, которое Игнатий Бринчининов использует. Он говорит про советчиков. То есть, это, по крайней мере, вот даже это не обязывает обоих. То есть, ты не обязан меня во всем слушаться, я не обязан тебе 24 на 7 быть там на связи, на привязи и так далее. Вот. Потому что, когда мы говорим про советование, вот действительно полезно. И Бринчининов об этом тоже говорит. Конкретного священника взять, да, которого ты понимаешь, который понимает тебя и с которым ты можешь советоваться. Причем, это может быть там священник, это могут быть, твои советчики, могут быть еще там какие-то благочестивые христиане, которых ты хорошо знаешь. И ты вот сверяешься как по камертону, то есть, с ними. Ну, вот, то есть, такой хороший момент. Но тут еще один момент, что, когда мы читаем про духовников, то, да, почему духовников нет, потому что послушников тоже нет. Сто процентов. Потому что мы читаем потеряги, на самом деле, да, и вот эта вот история, когда есть послушник, и у него какой-то вот настолько просто отбитый на голову старец, просто ты читаешь, он какой-то отвратительнейший, да, вот, и он его слушает, почитает, там все, и в конце концов оказывается, что это послушник там достиг святости, вот с таким вот, ну, неадекватным вообще старцем, да, то есть, это тоже послушание, это тоже определенное искусство, вот, и здесь нельзя делать перегибы ни в одну, ни в другую сторону, то есть, нельзя и духовничество, и, да, так вот, авторитарно, с одной стороны, а с другой стороны и послушаться всякому нельзя, то есть, Андреточник об этом тоже говорит, но это ладно, это я сейчас... Вот, видишь, есть такая развод мозга, типа, я тогда начинаю принимать, примерять, правильно ли мне говорит духовник, а так как я что-то не хочу делать, я порой начинаю хитрить, и я говорю, наверное, духовник не разбирается в этом всем, наверное, он что-то перегибает палку, наверное, все-таки мне нужно, или мне не нужно, и вот здесь вот эта мудрость житейская, чтобы, ну, как сказать, не оправдать свой грех и не слить духовника, это вот, это тоже сложно. Тут, кстати, вопросы у нас поступают параллельно. Давайте, друзья, задавайте. Да, вот человек спрашивает, если постоянно срываемся, на чем? Ну, на еде. Ешь либо скоромное, либо много, что контролировать вроде как бы легче, чем скоромное. А помнишь, что неверны в малом и так далее, и вот берет у наедения, что делать? Да, во-первых, нужен духовник. Я бы как, если бы ко мне подошел этот человек, я бы сразу бы начал бы вообще с такой темы, что, допустим, первый пост. Давай попробуем только среда пятницы от чего-нибудь. То есть, когда приходит человек, ну, во всяком случае, ко мне, я понимаю, что это долгоиграющая история. То есть, если он выйдет на нормальный пост через лет пять, это будет красавчик. Поэтому я говорю, вот, хорошо, ты вообще не постился, не постился. Вот ты что легче, от мяса или от молока? Он говорит, ну, от молока легче. Окей, от молока среда пятница первую неделю. Неделя прошла, скажешь. Прошла среда пятница, он говорит, да вообще ни о чем. Здорово, тогда понедельник, среда пятница. Приходишь через вторую неделю, вообще ни о чем. Понедельник, среда пятница, там, там, суббота. И вот потихоньку, потихоньку, потихоньку первый постик от молочки. И хорошо. И если мы его закрепили потом Петровым постом, то можно потом еще в Успенске дать с 3 до пятницы миско. От нас. Люди не готовы к послушанию. Но если про еду срываешься, надо просто очень медленно, медленно, чтобы психика не чувствовала, что у тебя кортизолы зашкаливают, и ты там не можешь ничего. То, может, тихонько. Без резких движений. А если ты уже постишься, вот даже бывает человек постится, нормально, нормально. А когда наступает время, вот период, когда ты просто срываешься, что делать? Ну, сорвался и классно. Раз сорвался, два сорвался. Ну, и хорошо такой период, потому что мы же очень часто употребляем пищу как заедание, как сказать, не заедание, а когда у нас переживание происходит, мы заедаем вот эти переживания. То есть, в принципе, я не хочу эту шоколадку, но на работе кризис, поссорился там с супругом или супругой, дети там закурили или что-то еще. И человек зажирает, прямо вот он вечером стоит, хоба, он смотрит, а там уже и борщик это шлепнул, да, там полтарелки или полкастрюли. Почему? Потому что нужно было резко взять каких-то эндорфинов, потому что, ну, горе какое-то внутри. И, ну, ничего страшного, ну, съел ты и съел, ну, и хорошо, ну, приходи, поговорим, выровняемся более конструктивно. То есть, в малом это не касательно пищи или касательно пищи тоже? Ну, понятное дело, что, наверное, во всем... То есть, те, кто цитату евангельскую не понимают, как мы на ходу, да, то есть, Господь говорит... Ну, на самом деле, это про таланты вообще говорилось, да, в Евангелии от Матфея, 20-е главы, да, это как раз будет читаться на Страстной во вторник, да, про таланты. И когда ты закапываешь таланты, почему тут еда? Ну, это лучше тогда обратить внимание на просто текст, посмотреть его до этой фразы, после этой фразы, понять эту притчу и понять, ну, тем ли я занимаюсь. Вот. А с едой? Ну, окей, можем вспомнить эту альтернативную фразу. Если ты знаешь языки человеческие, ангельские, о любви не имеешь, если ты город передвигаешь, о любви не имеешь, если ты какой-то там суперпостник о любви не имеешь, то ты кимвал звенящий, врицающий там, да, и так далее, и так далее. То есть, ну да, ты съел, круто, но зато, может быть, никого не убил сегодня. Вот, кстати, вот плавно перейдем тогда к теме касательно любви, милосердия, да, вот. Вот. Вообще, ну, раз уж пошел такой разговор, я задам вопрос, который я хотел позже задать. Вот сейчас тоже говорят, ну, вот я, значит, лучше там что-то съем, но зато людей есть не буду. И вот если какое-то время назад людям... Это уже про ЗИБДУ, ты говоришь, вторая категория. Вот, если какое-то время назад людям чаще приходилось говорить, что типа, ну, вы лучше съешьте что-то, не ешьте людей, да, то сейчас люди говорят, ну, я, чтобы вот типа не раздражаться, чтобы там, значит, не злиться, я лучше поем. Вот как к этой позиции относиться? Мне кажется, что есть люди, которые пытаются формально использовать законы христианства, а есть люди, которые реально тренируются в духовном росте. И те, кто формально, их все равно не переубедишь. Вот. А те, кто реально хотят приблизиться к Богу, они все равно со временем понимают, что нужна молитва. А чтобы молитва была быстрее, нужен пост. И все равно, как бы... А нужна молитва эта... Ну, разговор с Богом нужен. Вот. Нужен разговор с Богом, а для этого нужен пост. Ну, все равно, когда ты постишься, разговор с Богом идет как-то по-другому. Можно, конечно, физиологию подводить, что там такая, пища сякая, но сам факт, воздерживается человек, и молитва, разговор с Богом идет как-то по-другому, мистически все это. Вот. А ведь идея-то вся зачем? Чтобы приблизиться к Богу. Опять же, да, Евангельская, опять же, да, Страстной Седмицы, нам напоминающая тема, что когда фарисей решил искусить, книжник фарисей, да, и говорит, какая из заповедей больше, тоже, да, Евангелие от Матфея, да, 20 глава, 22, что ли. То есть, возлюби Господа Бога своего, всем сердцем своим, всей души, и ближнего своего, как самого себя. То есть, пост – это инструмент, который помогает вот эту сердцевину поймать, и возлюби Бога, и ближнего, как самого себя. Почему? Да кто его знает, почему? Ну, реально так получается. Ну, на самом деле, реально получается так, что ты начинаешь поститься, начинаешь раздражаться, то есть, ты фактически начинаешь как раз не любить людей. Немножко не так, опять же, не соглашусь. Это для дилетантов, мне кажется, так и выглядит. Схема очень проста. Мы хотим хапать эндорфины, чтобы быть счастливыми. Это какая-то странная идея быть постоянно счастливым. Мир навязывает, будь постоянно счастливым. Купи айфон, купи машину, возьми девчонку, будь постоянно счастливым. Ну, хорошо. Постоянно счастливые – это чувства. Чувства вырабатываются эндорфинами. Эндорфины самые сильные – это вещества, изменяющие сознание, наркотики, алкоголь. Если человек к ним не принадлежит, вторые вещества, изменяющие сознание – это эндорфины. Вернее, эндорфины. Если человек отменяет интим – это еда. То есть первые три, скажем так, способа получения счастья – это вот эти. А потом ниже, намного-намного ниже – молитва, спорт, дела милосердия, книжки. И то есть всё пятое и десятое. То есть у человека есть какая-то идея быть постоянно счастливым. Он хочет здесь и сейчас сразу. Привыкли мы опять же сразу всё получать. У нас мир сейчас такой сразу. Поэтому, если это запрещено, то я тогда поем и тут же стану счастливым. А если я несчастный, то рождается раздражение, гнев и злость. А почему ты должен быть несчастным? Попробуй быть просто в нуле, в душевном спокойствии. Ну, почему бы тебе нужно быть всегда зашкаленным в плюс или уходить из-за этого в минус? Тебя никто не развлёкнет. Побудь, Боже, дай мне разум и душевный покой. Побудь вот в этом вот покое, походи. Ведь в покое только успокаивается сердце, похоть, душа. И щёлк-щёлк, начинаешь прислушиваться, о чём говорит Господь. Вот это классная же история с Антонием Сурожским. Когда бабуська там нарисовалась и типа я не слышу Бога. Он ей говорит, а ты перестань болтать. И она же ему, я чё эти самые спицами щёлкаю. И я услышал, да, что как со мной разговаривает Господь. Ну, понятно, что это не шизофрения, да, но какое-то... Не, ну, там ещё одна же специальная сила вязать перед иконами, да. Ну, кто читал, интересно, друзья, почитайте, какой известный момент. Но опять же, в душевном покое. То есть, почему нужно постоянно быть в эйфории такой, ага, ага, вот в этой зачем? А если ты не в ней, то ты раздражаешься излиш. Тебя никто вечером не ублажил. Да и слава Богу, хоть кто-то там тебя не пнул, вот, такого эгоиста. Приходишь, душевный покой, ты классный, не чувство в плюс, не чувство в минус. Ты в такой радости, и в ней приходит Господь. Это же здорово. Ну, это понятно, хорошо. А вот есть люди, которые действительно, они серьёзно, сознательно постятся. И они не срываются особо даже, может быть, да, там, в плане еды. Да куча народа. Но всё равно сталкиваются с этим раздражением, и ты осознаёшь, что вот из тебя приюта вот эта вот нелюбовь внутренняя. Хорошо это, плохо. Что с этим делать, если это началось? А мне кажется, знаешь, почему так? Знаете, отец. Не-не-не, давайте уже, как приучили. Почему так не идёт? Потому что в миру, в миру принято за любовью считать, что мне дадут. Я прихожу домой, и я не вижу любви. Что значит, если этот человек придёт на консультацию, или этот человек придёт на исповедь, или просто поговорить? Что значит, ты не видишь дружище любви? Ну, как же, жена не то, дети не сё. То есть, наш мир воспринимает любовь как забирание. Мне никто ничего не дал, я начинаю раздражаться. А почему ты, дружище, раздражаешься? А потому что я ожидал. А, ты ожидал, что жена сейчас обрадуется и начнёт тебе плясать. А что дети там вот это. А почему ты от себя не ожидаешь, что ты будешь не забирать любовь в семье, а отдавать её. Ведь христианская любовь – это глагол и вектор «от меня туда». А мирской – это от них ко мне. То есть, люди раздражаются, потому что им не перепадает. И когда его спрашиваешь, этого человека… Недолюбили, недодали. Да, да, да. Его спрашиваешь, он говорит, ну, я же пришёл уставший. А тут что, типа все отдыхали и спали, что ли? Ну, я же зарабатывал деньги. Или жена говорит, ну, я же с ребёнком сидела. Ты уставший, там уставший, все уставшие. Христианство – это дать что-то другим. Но тогда возникает другой вопрос. А можешь ли ты дать другим, если ты сам не наполнен? Очень часто бывает такая штука, что человек вроде бы и понимает в душе, что христианство – это отдавать. Но он забывает эту красивую фразу. «Возлюби Бога всем сердцем, всей душой твою и ближнего, как самого себя». А если ты настолько истощён, если ты кувшин, в котором воды не было миллион лет. Вот, может, помнишь, в детстве у бабушки или где-нибудь кувшины, которые, ну, валяется эта крынка вот где-то на чердаке. В ней не было реально воды там 10 лет. Она прям, глина прям вся иссохшаяся. И в неё начинаешь наливать воду. И такое происходит волшебство, что вода исчезает. Наливаешь воду – она исчезает. Почему? Потому что она впитывается. То есть, чтобы из этой старой крынки какому-то человеку дать побить, нужно, чтобы в ней была вода. И многие люди сейчас, вот на, ну, в наше время, я не знаю, как в то время, но в наше время, или я, может быть, как работающий с деструктивными семьями, могу заявить, да, ну, много людей, которые старые крынки, не наполненные водой. Они не могут дать технически супругам чего-то. Поэтому для них Великий Пост – это наполниться самим. Сделать небольшую паузу, поставить коронавирусное вот это вот полтора метра и сказать, ребята, дайте мне просто, ну, простите меня, простите, что я не буду перед вами тут исполнять. Я хочу просто наполниться. Я хочу, ну, выспаться. Я хочу помолиться. Я хочу для себя куда-то там съездить по святым местам. Я хочу где-то послужить. Я хочу побыть в ванне, сходить в баню, сделать массаж. Я хочу просто наполниться. Наполниться хоть какой-то, ну, элементарной вот внутренней энергией. Таких людей очень много, которые безжизненные, но их голова говорит, нет, ты все равно должен служить, ты все равно должен помогать. Они на подсосе, на отсутствие бензина начинают. И у них потом депрессняк. У них вот это уныние начинается, раздражение, злость даже не на них, а просто. Ну, не на семейников, а просто. И порой с человеком смотришь, дружище, да в тебе, ну, жизни нету. В тебе жизни нету, а ты еще начал поститься. Ты сейчас не постись, ты сейчас лучше иди молись. Или лучше сейчас вот съезди куда-то и побудь там трудником, вот, в какой-то монастырь. Или сейчас просто погрузись, ну, в какие-то проповеди, во что-то. Ну, порой, прежде чем начать поститься, может быть, надо год ему еще просто пореанимироваться. Но опять же, это может увидеть духовник, то есть человек, который, ну, посмотрит, скажет, слушай, ну, вот представь ситуацию, вот мы с тобой тренера, да, приходит там, ну, обычный там человек. Ну, мы его поставили там на грушу там, а приходит додик рахит, такой, знаешь, он такой заползает в зал. Я тоже боксер. И ему говоришь, слушай, дружище, иди поешь. Так сейчас же пост, вот, иди поешь. Ну, вы не христиане, иди поешь. То есть, просто хотя бы, чтобы ты просто своими ногами зашел в зал, вот, что тут костями-то греметь. А порой люди гремят духовными костями, потому что истощились, потому что вот эта созависимость, я должен всем и забил на себя. А там же возлюби ближнего, как самого себя. Научись сначала себя любить, а через это полидаешься. Это был вопрос, как любить себя. Вот сейчас в мире очень много как раз вот этих разговоров про любовь к себе, и христиане-то как раз чувствуют фальшь в этом, да, в этих разговорах. Вот если любовь к себе, ну, то есть пост, допустим, да, это получается тоже такое время внимания к себе, не только внимания, когда ты там копаешься, а внимания... Для начинающих, это к себе, для тех, кто уже насыщенный, это крынка полная молока, это уже любовь к другим. Как тогда, что такое любовь к себе вообще, да, то есть для христианина, чтобы... Ведь многие, когда говорят, любви к себе, боятся скатиться в эгоизм, да, боятся скатиться в себя, любви в такое. Вот опять же скажу, что нужно, чтобы рядом был священник или монах опытный, который будет все это разделять, потому что человек такое существо, что он любой грамотный совет все равно испоганит, испоханит и что-нибудь сделает не так, все сломает, короче. То есть, с одной стороны, все равно должен быть наставник, советчик, ну, хоть кто-то, кто вот будет, ну, голова извне. С другой стороны, любовь – это то, что созидает, эгоцентризм – это то, что разрушает. Стало быть, на динамике времени классно посмотреть на результаты. Вот я вроде как бы люблю себя, а жена от меня ушла, а я вроде как бы разрушаю себя, а жена ко мне пришла. То есть, ну, все равно на динамике времени нужны факты. Но опять же, человек может интерпретировать факты не в правильную пользу. Опять же, нужна голова со стороны. Ну, да, это может только помогать, ориентироваться. Но вот в общем, да... Мне кажется, вот опять же, я, наверное, так сталкиваюсь с людьми, я не знаю, как вот у вас при монастыре, ну, я, наверное, как тот травматолог, к которому приходят постоянно с гипсами, с переломами, и я говорю, слушайте, все ломают руки. Может быть, я такой. Но я могу, друзья, сказать, я почти не вижу людей, которые умеют себя любить. Это искусство. Вот, так что же это? Во-первых, надо знать, что такое любовь к себе. Надо знать эти глаголы. То есть, ну, как вот мы учим, да, людей на наших семинарах, курсах, наркоманов учим. Мы разбиваем... Ну, методика очень проста. Мы разбиваем человека на четыре, скажем так, позиции. Его тело, его психика, его социум, его духовность. И мы предлагаем людям сделать такое упражнение. Запиши глаголы любви. И что ты думаешь, что будет для тебя любовью или счастьем? Пока просто думаешь. По телу. Ну, человек сидит и думает, ну, наверное, массаж. Если я буду ходить на массаж, это, наверное, глагол любви по телу. Вовремя там парикмахерскую, там баня, допустим, тренировки. Вот он делает глагол любви по телу. Он просто пишет по психике, послушать приятную музыку, почитать любимую книжку, выспаться там, погулять по природе, по духовности, причастие, исповедь, паломническая поездка в любимый монастырь, общение с любимыми там священниками, там, чтение какой-то духовной литературы. По социуму с детьми сходить в кино, с мужем съездить там, к его маме. Ну, короче, да. Пока пишите глаголы. А потом начинаем делать эти глаголы. И вот здесь вот как раз-таки нужен человек со стороны. То есть этот делает глаголы. То есть, допустим, за неделю надо сделать один глагол из био, один из психо, один из социо, один из духовности. Получается, что многие глаголы отваливаются, потому что он написал, ну, наверное, баня – это круто. Сидит в бане, потеет, что-то не круто. Значит, это просто навязанный социумом глагол. Но зато после бани он зашел в душ и начал там петь. И он такой, о, стоять под душем и петь – это здорово. И у него появляется, он вычеркивает баню, но появляется контрастный душ с пением. И вот постепенно делая эти глаголы с человеком, наставником, который просто наблюдает за собой и смотрит, разрушаешь ты это, не разрушаешь. Сколько процентов времени и ресурсов ты вообще выделяешь на себя, любимого, или там на свою жену, мужа и детей. Потому что можно же вообще забить. То есть одно дело, человек несемейный, и он полностью там посвятил все себе. А другое дело, сейчас послушает нас мамаша какая-то и скажет, а вот и давай. Ну, у нее уже обязательства, у нее уже муж, у нее уже дети, или у мужика, жена, дети. То есть, хоп, грамотно. Ну, давай, хорошо, ты сколько процентов уделял себе? Нисколько. Ну, давай, 20% теперь всех ресурсов, время, деньги, энергия. Ты уделяешь себе, все остальное по старинке. Вот. Посмотрели 20%. Семья все равно негодует, потому что ничего себе обнаглел, в баню еще пошел. Вот. Но потом она видит, или он видит, что человек за три недели, за месяц успокоился. Думает, ничего себе успокоился, зато не выносит мозг, зато не бухает, допустим. Да слава богу, ходи в свою баню. То есть, на динамике времени побольше, да, ну, скажем так, вот в этой ретроперспективе, да, вот, уже как-то вырисовывается. Или в храм стал ходить, или она стала ходить в храм. Да, в храм пошла, вроде как бы с каким-то батюшкой-то своим общается, борщ мне стала готовить, который я все не мог добиться. Но это, опять же, получается, да, мы смотрим вот в каком-то промежутке, потому что поначалу катастрофическое мышление скажет, что плохо. Я в своем время, вот с Александром Гавриловым, услышал, да, 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 такую мысль, как определять, что к себе, что такое любовь к себе, и что такое не любовь к себе. То есть, представить на своем месте своего ребенка. Да, да, тоже упражнение. Все очень просто, мы как-то заточены то ли советской властью, то ли вообще темой, что мы всем готовы отдать последнее, а вот себе ничего. А вот с детьми у нас не работает эта штука, мы, да, все лучшее детям, у нас дети как-то вот, как-то все-таки выжили в это время. И получается, что я пытаюсь представить себе, что у меня на руках ребенок, но это как бы мой внутренний ребенок. Такая небольшая шизофрения, да, но все же. Шизофрения, когда он тебе отвечает. Парой отвечает, папа, мне тут жарко, да. Вот, ребеночек. Вот, допустим, друзья, представьте простую схему. Вы заходите в вагон, заходите в свое купе, а там накурено. Или там бухают. Или там шумно говорят, или песни поют. Но если ты один заходишь, порой люди стесняются и говорят, ну, как бы, ну, ничего. А если ты заходишь реально с грудничком, но хочешь не ходишь, так, ребята, свернулись, в другое купе тут ребенок. То есть получается, что у нас психика более легче реагирует на то, чтобы защитить ребенка грудного, чем, значит, самого себя. И есть такая, как бы, тема, как бы. Представим, как бы, что это я. И я начинаю анализировать этот мир со стороны того, что я хожу с ребенком везде. И я его защищаю от мата, от, допустим, от сигареты. То есть некоторые говорят, ну, любовь к себе, это значит, я могу курить. Ну, окей, ну, засунь, если ты любишь ребенка, засунь ему сигарету. Ну, вроде как бы, да, сигарету засунуть или там бухнуть, да, там что-то. А, значит, это все-таки была не любовь к себе, а эгоизм. И в результате вот этого упражнения привыкаешь потихоньку, ну, психика раздваивается, да, в хорошем смысле слова. И анализ. Ну, потому что некоторые говорят, а что бы сказал Христос? Но с Христом сложно, потому что, а что бы сказал Христос? Вот, потому что фарисеи там одно бы сказали, да, что бы сказал Христос. В субботу идите и, значит, не мешайте, вот, а приходите в другие дни исцеляться. Они бы сказали, что бы сказал Христос, да? Вот. А с ребенком вроде как бы, ну, схема работает. Ну, тут даже вот, чисто теоретически, может быть, не сильно грудной ребенок, да, потому что, как бы... Ну, с грудничком точно. С грудничком вообще хорошо, да. То есть, то, что ребеночек там три года, ну, будут ругаться матом. Я видел, как некоторые позволяют ругаться матом, там, три года бухают. Ну, это, опять же, мои клиенты. Это тяжелая ситуация. Да, вот с грудничком, там, налить грудничку водки, хотя некоторые там, чтобы он успокоился и винишком там его... Ну, опять же, чтобы сами... Ну, вот, про милосердие к себе более-менее понятно. Ну, постом, допустим, да, мы сейчас тоже часто слышим, что главная задача постом – это исполнение заповедей, в том числе, вот, любовь к дежнему. Ну, вот, наступил пост. Вот, вот, я жил, вроде как пытался, ну, худо-бедно пытался кого-то любить. Вот, наступил пост. А вот в вопросе любви к другим, да, если я уже чувствую, что я, опять, смогу, да... Если я уже наполненный крыльтой, ну, хоть половинку, да? Да, что делать-то постом? Ну, что можно делать постом? Вот так, прохожу. Вот самое, на чем прокалываются люди, они начинают делать... Они начинают причинять любовь. Не любить, а причинять любовь. Причинять любовь – это я думаю такой, допустим, я прихожу утром к тебе на кофеек и думаю, отец, наверное, любит гречневую кашу. Почему гречневую? Ну, потому что сейчас коронавирус, все скупили гречу, и вообще, значит, греча – суперполезный продукт. Я ему наварил уже в термосе гречу, даже не наварил, а запарил ее, потому что наверняка ему полезно. И вот я нарисовываюсь у тебя утром в келье со своей, значит, термосом гречи, ставлю, говорю, короче, жри, давай, гречу, она полезная. А ты там с детства эту гречу, короче, у тебя рвотный рефлекс. И ты такой, отец, я не могу гречу. А я такой, да нет, давай гречу, я тут вообще в посту, я должен всех любить. И вот кофе давай запей, да ты что? А ты понимаешь, что если ты кофе выпьешь, там сердце выпрыгнет, а я там... То есть я причиняю тебе любовь. Это вот накалываются все. Поэтому самое первое, спроси, что такое любовь для них. И может быть люди скажут, слушай, вот честно сказать, ты такой, ну давай, отвали от меня. Правда отвали от меня? Отвали от меня. Насколько? Да слушай, на пост отвали от меня. Вот, пожалуйста, не пиши мне, не звони мне, уедь вообще отсюда. Сверни весь свой, перестань играть в танчики, возьми свой компьютер и свали к своей маме на пост. Это будет мега любовь ко мне. Вот это будет уровень. Как в том анекдоте, когда мама, значит, ребенка укачивает, там поет ему колыбельную, поет, поет. Значит, это полчаса, проходит час. Ребенок открывает глаза и говорит, мама, ты очень хорошо поешь мне поспать. А есть другая тема, что окно открывается, ребенок гуляет там под окнами, мама. Вася, иди домой. Мама, я что, проголодался? Нет, ты замерз. Вот это причинение любви. Ну, да, и здесь такой вот момент, когда мы хотим любить, мы пытаемся любить так, как нам кажется правильным. И даже вот в семейной жизни нередко бывает, что мы привыкаем. И у нас даже, ну, я-то монах, я, может, теоретически-то знаю, но я общаюсь много все-таки с семейными людьми, центром Москвы, молодежка. Вот, и часто бывает, что мы даже вот забываем вообще спросить своих близких людей, типа, а я вот тут как бы делаю, вам вообще надо это? Это же эгонизм. Мы не то, что забываем. Просто, а вдруг он скажет, что нам неудобное. То есть, когда я что-то делаю, я вроде делаю все-таки удобное для себя. А он скажет, неудобное. Ну, представь ситуацию, допустим, жена говорит мужу, слушай, вот правда ты хочешь? Он говорит, ну, давай. Она говорит, слушай, вот я люблю реально проснуться в пять утра от запаха кофе с булочкой курасан, поесть ее и дальше заснуть. Он говорит, слушай, дорогая, я вообще, ну, в шесть встаю на работу, потом целый день там с толеваром, там что-то. Он говорит, ну, вот так. И вот он там полшестого, заранее купив кофе в ближайшей пятерочке, на, значит, локтях подползает, варит ей кофе. Она там еще такая, что-то, что-то подгоревшая сегодня кофе. Вот, выпила там курасанчик, съела, заснула. Но для нее это любовь. И, может быть, мы боимся таких ответов, когда нам скажут, это будет супер неудобно. И мозг поэтому заранее такой, ну, убивает на подлете эту утку лопатой. Говорит, ну, слушай, не надо спрашивать ничего. Ну, не надо спрашивать, вот сделал ей гречневую кашу и пускай ест. И кофе запивает. И кофе запивает. Поэтому мы, наверное, ну, такие эгоцентрики, которые, ну, боимся правды. Мы вообще боимся правды. Потому что задача мозга, чтобы мы уснули сегодня ночью. А вот как насчет того, чтобы постом, ну, тоже такая тема есть, да, там, постом пойти, значит, кормить бомжей там на Казанский вокзал или что-то еще. Просто я почему спрашиваю? Я вижу, что кому-то это нормально, а кому-то это не нужно совсем. Вот как вообще понять? Надо тебе идти куда-то сейчас, не знаю, в хоспис там или бомжей кормить постом? Я могу сказать по себе, что когда у нас собирались какие-то движухи, где мы прокачивали пост целой гвардии, то мы давали такие упражнения. Но эти упражнения, как ты совершенно правильно говоришь, то есть есть команда, ну, скажем так, жадин и прям таких эгоцентриков. Им говоришь, все, идите покупайте, значит, еду, идите давайте бомжам. Есть такие фифы, которых надо посылать на бензозаправки, чтобы они заправляли машины. Ну, это так называемые растяжки, которые даешь, кто-то моет светофоры, вот, кто-то, значит, переводит бабушек через дорогу. Но это уже такая, когда идет такая движуха, когда все собрались и все говорят, все, давай, руби правду матку, мы готовы. Всех растянул, и всем потом это интересно и смешно, и делится позитивом. Это командная игра. Либо, ну, вот я сейчас вспоминаю, да, ты говоришь, у меня был человек, который сказал, давай, руби, вот, ну, подбавь парку. И я ему предложил стать таксишником. То есть у него была хорошая работа, то есть у 5-й дни сяды, психолог там, психолог, говорю, давай в такси, иди. Это было просто упражнение для него на несколько недель. Вот, он проработал год потом сам. То есть ему так понравилось, он говорит, ну, вот, гордыню смиряет. То есть вот у нас был договор на немного, и он так вошел в роль, и он очень прокачался. Убил машину, прокачался, помнит сейчас это просто как величайший год в его жизни. Но это, опять же, под руководством. То есть когда понимаешь, когда понимаешь, что надо не перегнуть, чтобы человек не ушел в депрессию. Вот, да, вот насколько актуальна вот эта тема, что возлюбив ближнего начинается реально с ближнего. То есть потому что сейчас, как, бывает же такая проблема, что человек рвется куда-то любить кого-то дальнего. Вообще, спасать китайцев, вместо того, чтобы накормить... Это, мне кажется, вообще такой менталитет российский, может быть. Хотя, может быть, я не знаю, может и... Но у нас же вот начинает правительство, заканчивая последним бомжом. Мы готовы помочь, ну, а-ля, в кавычках, китайцам, и не посмотреть на брата своего. А давайте поможем другому приходу и скинемся на то, чтобы у них был потир в алмазах. Хотя здесь у нас в приходе есть три бабушки, которые реально голодают. А давайте вот то... Не знаю, может быть, потому что когда где-то красиво и там, оно замыливается и нету реальности, а здесь надо вот встать и реально помочь. Не знаю. Я это не так красиво говорю. И не так красиво, и какашки, и всякое такое. А самое главное, вот сколько общаешься с людьми, потому что я сейчас общаюсь не только там со взрослыми людьми, да, ты общаешься с семейными, с несемейными, с теми, кто живет там взрослые, которые еще живут с родителями, например, или там подростки, допустим, которые с родителями живут. Вот. И с родителями подростков общаешься, с родителями детей в воскресной школе. И часто бывает, что вот это вот проявить любовь вот к тому, кто в семье, вот это в 300 раз может быть разумеется. А потому что обиды. А вот и поподробно. Ну, мы обижаемся, когда ожидаем. Ну, обида – это разница между ожидаемым и получаемым. От ближних мы ожидаем больше, потому что они нам должны больше. Как нам кажется. Как нам кажется, естественно. То есть, по идее, мне никто ничего не должен, я всем должен. Но мой эгоизм переворачивает эту схему. Они мне все должны, я им никому не должен. Вот. И получается, что соседка мне должна меньше, чем соседка из другого подъезда, а человек из другого дома должен мне еще меньше. А жена мне должна еще больше, потому что она все-таки моя жена, она меня знает, она все понимает. Она должна мне больше. А раз у меня уже ожидание, что она мне должна, а жизнь идет своим чередом, и мне никто ничего не должен. У меня возникает суперобида. И получается морально заставить себя протянуть руку помощи бабуське, которую я не знаю, легче по гордыне, по геоцентризму, чем человек, на которого обижен. Ну вот, идет человек, и надо хотя бы с ним поздороваться. Сложно. А которого я не знаю, можно и весь кошелек отдать. Потому что обида, потому что эгоцентризм, потому что ожидание. Ожидаешь, что человек тебе должен, и поэтому тебе пойти на встречу сложнее. Очень сложно. То есть, получается, любовь начинается с того, чтобы отпустить человеку... Разрешить ему быть таким, какой он есть. Да. Быть, чтобы он был свободным. Хочешь – делай, хочешь – не делай. Это сложно. Они же должны. Да. Они же должны. У нас поступают вопросы. Друзья, тоже еще раз хочу вам напомнить, что если вы хотите, у нас еще есть время, чтобы вы задали свои вопросы. Мы будем, некоторые из них сможем озвучить сейчас в прямом эфире. Вот. И есть такой вот вопрос. А что если от постишься, но от поста вообще не получаешь ничего? Причем уже не от поста, не от молитвы, не от таяц. И вот пять лет, значит, уже живут церковные жизни, тут вот началось такое вот заслушливое поле, когда просто вот ничего не радует. Что-то не так. Что-то не так. То есть, ну, странно, когда уже пять лет, что-то не так, а делаешь все. То есть, если человек делает одно и то же действие и пытается получить разный результат, то это уже вопросы с психикой. Ну, то есть, если ты делаешь и не получается, зачем ты делаешь дальше? Ну да. Вот. Делая один и тот же момент, получишь один и тот же результат. Мне кажется, что это вот этот вопрос. Что-то не так происходит. Раньше было хорошо, а сейчас вот какая-то впечатление. либо что-то начал делать не так, либо оцениваешь не так факты, потому что порой человек, опять же, говорит, ну, я все-таки не Сергий Радонежский. И реально от этого расстраивается. Он говорит, слышь, чисто технически со стороны ты крут. Ну, реально смотришь на человека. Вот он пришел в храм пять лет назад и то, что сейчас. Ну, видишь, все равно подвижки со стороны. А он смотрит на себя, ну, как вот человек, который был там очень толстым, потом похудел резко, как бы для меня резко, потому что я его не видел пять лет, да? А он на себя каждый день в зеркало смотрит, и он вроде как бы и не худеет, если бы весов не было, да? А в духовном мире какие весы? Благодать, но это сложные весы, потому что можно уйти вот в такую, как бы, да, в чувствование. Как понять, что ты красавчик по духовности? Ведь в духовности все наоборот. Я подозреваю, что сейчас у многих такой вопрос. А можно ли вообще так вот о себе думать? Так в том-то и дело. Получается, что чем святее человек, тем думает он о себе хуже. Чем круче, чем человек менее святей, тем он думает о себе лучше. То есть получается вообще такая, ну, как бы дурацкая сбивка настроек. То есть, так что же получается, чем я хуже считаю себя постником, тем я лучший постник. Или, ну, все запутываются в этом. Друзья, нужен человек со стороны. Себя ты либо превознесешь, либо недооценишь. Либо ты уйдешь в супер самооценку, либо низкая самооценка. Все равно должен со стороны быть человек, который, опять же, вот, пролонгированно смотрит на это все и говорит, слушай, да, ну, как бы не парься, ну, и все идет своим чередом, ну, процесс идет. Да, не так быстро, но зачем тебе быстро? Вот, все идет. Ну, то есть нужен человек со стороны себя оценивать. Это, ну, нехорошая история. Ну, спасибо. Сейчас, вот, вернувшись тогда к теме про любовь друг к другу и воздержание. Ведь воздержание, да, мы говорили, вот, пищевое, ну, там, эндорфины приносят алкоголь, там, да, на наркотики тем, кто с долг употребляет. Есть пищевая, это, как бы, уже так, треть ступень, а вот между ними есть интим. И вот пост же, он тоже касается воздержания и в этой сфере. И вот как здесь соблюсти баланс между воздержанием и любовью к ближнему? Потому что у многих семейных, да, возникает этот вопрос, особенно, если один из них церковный, другой нет. Мне кажется, что интим тоже можно разделить на несколько подгрупп. На самом деле, больше эндорфинов дает не сам интим, а флирт, предшествующий интим. Ну, и сам акт, так скажем. Да, о котором мы не говорим здесь. Переходите на мою страничку в Инстаграме, чтобы все слышится. Вот, а все-таки флирт, то есть, когда, допустим, семейные люди, он там работает на работе, хоп, ему кто-то подстроил глазки, все, началась вот эта тема. Переживания, мысли, чувства. То есть, на самом деле, я бы предложил в пост все-таки сначала, если, то есть, если вы уже такие мучачо, что вы уже, значит, с едой разобрались, и вы уже такие, значит, монстры духовные, и перешли на интимные истории, то первая тема – убирайте флирт. Он все равно присутствует. Даже когда девочка типа не флиртует, опуская глаза, там видишь, что она мега флиртует. Я вот сколько не смотрю, когда, ну, у нас, когда мы занимаемся алкогольными наркоманами на реабилитации, очень сильно отслеживается флирт. Ну, убирать флирт именно с другими людьми не сможем. Даже когда волосы, да, вот им запрещаешь флирт, потому что это сразу же замечание, это замечание ухода из реабилитационного центра. Они же хитрые. И вот так вот, и вот сяк вот, и глазки опустили, и вот это, и вот то. Женщины – это такие существа, которые прирожденно умеют флиртовать. Даже если они типа такие, значит, мол, я не такая, я жду трамвая, да. Вот. Девчонки, парни, сначала первая тема – убираем флирт. До семьи потом вот. Флирт со служивцами, флирт в машинах, флирт в метро – очень сложная тема. Но если ты стал мучачью и по этой теме, и ты дошел до супружества, тут тебя ждет разочарование. Потому что, как писал апостол Павел, супружеский пост – это двоякая история, где двое. Если один не согласен на пост, ты с постом обламываешься. То есть в супружеском посту имеют право находиться только те, кто оба дали согласие на это. Если один говорит, а я не хочу, ну, значит, кури бамбук. Значит, постись как-то по-другому. Кури бамбук – это не прямое практическое указание, это образеологизм. Хотя могу честно сказать, порой девчонки, которые вообще, ну, сами по себе, эта тема не их. Ну, по жизни. По жизни слабая энергетика, забитое детство, низкая самооценка, скажем так, обида на папу. Интим не их фишка. И он им не нравится, и всякое такое. Они просто пост используют, к сожалению, как манипуляцию более сильным авторитетом. Типа, ну, сейчас же пост. Куда ты полез ко мне? У нас же тут Бог мне сказал. Хотя на самом деле она просто, ну, как сказать, прикрывается религиозными словами, чтобы, скажем так, ну, закрыть дырки своей непроработки этой сферы, к сожалению. Ну, кстати, апостол Павел, он же еще говорит на время, да, и там вот в Ильическом, там такая конструкция, что на определенное время. На время, да. Да, но если кто-то не согласен, то как бы, по словам. Да, во-первых, общее согласие, во-вторых, заранее точно оговоренное время. То есть кто-то готов воздержаться неделю, кто-то две, кто-то весь пост. Кто-то день. Кто-то день. Да, точно. Что-то, да, то есть обоюдная такая вещь, но вот, и мне кажется, что вот по поводу воздержания, а вообще в семейной жизни, конечно, такие интересные истории бывают. Мне одна моя преподавательница, которая, ну, значит, она в свое время воцерковилась, она рассказывала историю, такую, когда она вот первый пост, она только воцерковилась, значит, и она из дома, из холодильника убирает все, муж открывает холодильник, а там не то, что даже мышь не повесилась, потому что мышь, это скромная, вот, и... Все проходили эту историю. Да, и муж говорит, а где еда вообще? Она говорит, так, пост, вот, в итоге ей устраивает разнос, она бежит, батюшки, плакаться, вот, и ей тогда священник тоже говорит, что, говорит, своими этими вещами, постами, молитвами всякими, мужа не трогай. Это мудрый батюшка, а бывает... Монарх, между прочим, сразу скажу. Вот, и 10 лет прошло, она вот взяла себе за принцип, чтобы ни пост, ни личная молитва не отражалась на мужа, ни на неверующем, и он через 10 лет начал ей спрашивать, как на исповедь сходить. То есть молчал-молчал, вообще там ничего не разговаривал, смотрел на нее, вот. Вот, тут актуалочка подъехала, как говорят. Вот, кстати, по поводу воздержания. Если мы говорим о воздержании от всяких хороших вещей, может ли это воздержание доходить до момента воздержания, допустим, в привычных формах молитвы, например. Я просто сейчас, почему? Спрашивают, вот сейчас в Петербурге как раз постановление вот только-только вышло, да, о том, что закрыть доступ в храмы верующим людям. И вот в контексте поста вообще, можно ли как-то этот инструмент использовать, можно ли, чтобы это вернулось в пользу человека? То есть как вообще надо отреагировать? Ну, все люди разные, на мой взгляд. Вот, допустим, берем монашествующих, да, кому-то нужен такой устав, где общежительство идет, да, а кто-то, допустим, побыв в общежительстве, как Серафим Саровский, в свое время уходит на какое-то время уединиться. То есть кто-то может уединиться, кому-то нужно все-таки быть в общине, вот. Вот, понятное дело, что ситуация сейчас сложная, и то, что сейчас сказал Беглов, это еще не подтвердил Патриарх, потому что мы все равно подчиняемся, ну, во всяком случае, Питерская епархия подчиняется своему митрополиту, правящим архиереем, и правящий архиерей пока ничего нам не сказал, что нам делать. Вот, поэтому, ну, Беглов-Бегловым, это все, конечно, классно. Но есть такая ситуация, как вам в некоторых местах... Ну, если, допустим, да, если вот так вот получилось. Ну, получилось и получилось, значит, ну, тут Господь позволил этой всей теме быть. Ну, сиди дома, вот, ну и молись, постись. Ну, что делать? Мы же все равно люди подчиненные, и у нас есть иерархия, у жены есть иерархия муж. Муж сказал, не ходи сегодня в храм. Ну, муж включил Беглова, да, вот, сегодня. Ну, сиди, значит, дома, вот. Митрополит сказал, значит, не ходить. Ну, значит, не ходи пока. Понятное дело, что у всех своеволие. А что, а как, а почему? Ну, поэтому и в жизни так происходит, что у нас 82% разводов. Потому что каждый пытается руководить кем-то, ну, стань митрополитом сам. И тогда все будет классно, если ты такой хочешь быть. А быть, ну, козявкой, которая боится взять ответственность, но вот так ходить и разглагольствовать... Ну, вот, скажут сидеть, значит, будем сидеть. Люди-то будут сидеть, да? Значит, будем сидеть, ну, что делать? А вот как еще и пользу из этого приобрести? Ну, как пользу? Читай Евангелие, общайся с семьей, вот, постись, вот, полежи на коврике, на иголочках, вот, займись отжиманиями от пола. Друзья мои, да, мне кажется, вот, в моем мнении, что коронавирус – это спасение. В каком плане, что люди приходят в семьи, люди начинают общаться друг с другом. Хочешь, не хочешь – приказ – сиди дома. В смысле сиди дома? Вот я могу по себе сказать, друзья, мне бы дали такой приказ посидеть дома, ну, хотя бы три дня. Я бы увидел детей. Ну, это моя мечта. То есть, мне не нужны какие-то там Мальдивы, там, какие-то… Мне бы тупо поспать, вот, почитать книжки мои любимые, которые заброшены, вот, понюхать мои иконы и как-то вот там помолиться. Ну, для меня это просто вот, ну, мега-мега. И когда люди там, типа, чего нам сидеть дома? Ну, понятно, что теряют финансово. Друзья, ну, всех денег не заработаешь, с одной стороны, а с другой, ну, ни один волос не упадет с твоей головы без помощи Бога. Ну, если Господь так управляет пока, ну, значит, так управляет. Надо просто гордыньку свою придушить, вот, и побыть дома. Побыть с детьми, узнать, что у них там с уроками, узнать, что там с девчонками у них там, с парнями, как они там шурум-бурум какой-то. Узнать, что такое любовь для своих семенных людей. Да вообще, почистить телефон и браузер свой на компьютере. Ну, короче, заняться разборкой письменного стола, парапылесосить. Ну, короче, друзья мои, всё идёт во благо. Понятное дело, что нашу свободу душат, и у каждого из нас есть базовая ценность как свободы, да? Ну, с другой стороны, ну, побудем с семьёй, им тоже здорово. Ну, круто. Спасибо. Ну, в общем, вот по всей нашей теме, да, касательно поста, как воздержание и милосердие, можем подвести какой-то вот итог? Собственно, в чём воздержание, на чём нужно делать акцент, в чём в милосердии делать акцент? Смотрите, друзья, я подвёл такой итог. Во-первых, ищи человека, кто будет со стороны это оценивать. Это уже вариант, ну, ты, ну, однозначно. Если ты всё-таки пока ещё тормозишь, и пока ещё сам себе с усам, вот, начни с малого. Малое на несколько лет вперёд. Вот, в еде сначала. Сначала в еде. Если ты наполнился собой и полюбил себя, начни тогда немножечко отдавать другим. То есть здесь надо по миллиметру. Вот, ну, главный тезис – дисциплина. По миллиметру каждый день, но в течение года это получается уже там несколько метров, короче. То есть всё понемножку, всё потихонечку. Любовь к себе, любовь к домочадцам. Не надо к китайцам любовь к домочадцам. Любовь к своему приходу. Ну, я имею в виду, не надо помогать тем, кто там за границей, далеко, там, где-то. Любовь к себе, любовь к своим близким, любовь к папе с мамой, любовь к жене, к мужу, к детишкам. Потом соседи, потом, значит, к лестничной площадке. Потом подъезд, коллеги на работе. То есть потихоньку, потихоньку, потихоньку. Да, люди будут сопротивляться, не понимать. Я помню, один раз дал задание, короче, из которого меня убрали из одного собора. Растягивали одного человека. Он был супер такой, ну, жесткий. И для него было задание приносить пиццу на работу, когда у них планерка. Вот. Первых три дня никто не ел пиццу. Я говорю, прикинь, как ты себя зарекомендовал, что люди, ну, думаешь, утрованутые там или что-то. На четвертый день, значит, жрачка. Кто-нибудь взяла вверх, стали есть пиццу. Но хозяйка фирмы наняла детектива, думая, что он попал в секту. Вот. Это была пресса, это была комсомольская правда. Вот. И в результате наехали, короче, не разобравшись. Сильно. Сильно наехали, да. И одну овцу из девяносто, из ста, короче. Вот. То есть люди будут недовольны тем, что вы им помогаете, или что взяли на себя ответственность по поводу себя. Всегда любые перемены вызывают негатив у близких. Потому что все привыкли уже, да. Поэтому, ну, надо все делать очень мягко. Не надо раскачивать лодку, не надо креститься наотмашь, не надо бороду вот эту вот сразу, вот эти керзовые сапоги, там, длинную юбку. Вот. Все потихонечку, друзья, миллиметр за миллиметром, главная дисциплина. То, что некоторые вспыхивают в месяц, а потом хоп и забыли. Вот. Каждый день перекрестил свой лоб, крещенская водичка, попросил у Бога благословения, поцеловал жену детишек, сварил им кофе. Ну, вот тут такие чик-чик-чик, потом это уже нормально, еще больше, еще больше, еще больше, а потом ты уже смотришь красавчик просто. И то, и все, и пятое, и десятое. И хлебушек спек с утра, и за курасанчиком сбегал, детишек в школу отвез, на работу пиццу захватил. Ну, короче. Ну, в общем, будем стремиться в направлении, в этом направлении, вот, чтобы стать красавчиками. И большое спасибо, что приехали. Подписывайтесь на наши инстаграмы с отцом. Да, надо будет это прикрепить, поэтому записываем. Вот, и мне кажется, что как раз вот таких, казалось бы, простых вещах, как воздержание, как милосердие, там мы сегодня очень хорошо поговорили. Ну, вот, ну и надеюсь, мы вас здесь у нас в гостях будем видеть еще и еще. Да, и такой последний момент, друзья. Помните, что в теории, теория и практика – это одно и то же, в практике – это разные вещи. Надо практиковаться. Болтать можно сколько угодно, надо, короче, практиковаться. В общем, всем спасибо, а мы пошли практиковаться в деле поста. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok